Вор в законе Рауль Сухунский. Последнее десятилетие подразделения по борьбе с организованной преступностью старательно отслеживают все сборища воров в законе и стараются их прервать. В прошлые десятилетия спецподразделения неожиданно наведывались на массовые сходки в шахтах Одессе и Екатеринбурге. Один раз даже высаживались с вертолета на борт теплохода, курсировавшего по Пироговскому водохранилищу. Совершаются подобные действия, чтобы помешать обсуждению вопросов, которые могут консолидировать преступный мир. Что там говорить о массовых сходках? Даже встреча авторитетов на троих в ресторане с большой вероятностью заканчивается профилактическим задержанием, досмотром и беседой в отделении. У современных воров в законе гораздо больше возможностей, чем у их предшественников организовать сходку. Можно просто уехать за границу, где мало кому есть дело до сборищ выходцев из России. В СССР с ворами поступали вообще весьма жестко. Тем не менее, милиция проморгала воровскую сходку, состоявшуюся 18 января 1960 года в Абхазской Ачимчире. Она собрала около 3х десятков воров, в основном из Абхазии, Тбилиси, Зугдиди, Хани, Гегичкория и Синаки. Все ее участники родились в довоенные годы и были хорошо известны в криминальном мире и уголовному розыску. Самым старейшим оказался Тбилисиц Георгий Цицва, родившийся в 1918 году. Из России в Абхазию прибыли гости князь Гайдамака и дядя Миша Ростовский. Никого из присутствовавших ныне не осталось в живых. Последними в 90-х годах умерли от старости и болезней Бочия, Гугнава, Алиахонский, Милкадзе и Юрагальский, Кирия. В один только 1993 год пропал без вести в Москве Гиверезаный, Берадзе, и был застрелен в поселке Тимофеевка Саратовской области Цоцы, Санадзе. До 2007 года держался благодаря проживанию в курортном Кисловодске Гурам, Мочевариане. Остальные ушли гораздо раньше, а некоторые буквально сразу после встречи. Из ныне живущих воров в законе связь с тем событием осталась только у кутайского вора Тара, а не они. Его крестным отцом является Гигла, Гагабадзе, также приехавший в Ачимчиру. Сходка закончилась беспрецедентным для того времени решением. На ней вором в законе стал 15-летний Рауль Сухумский, Гагилава, только что вернувшийся из малолетки. Рауль Сухумский, умудренный тюремным опытом вора, признали равным себе подростка. Рауля представлял на сходке его друг Нуре Ачамчирский, Кокубава, вместе с которым, а еще с грузинским вором-лифтером подросток начал воровать и заработал первый срок. Нуре через два года в колонии Ксани не признает вором самого Джабу и Асилиане, через 30 лет ставшего одним из руководителей Грузии. На малолетке Рауль Сухумский оказался единственным из нескольких сотен заключенных, кто за весь срок содержания подстражи ни разу не взял в руки позорный для отрицал метлы. Именно его твердость и решимость послужили пропуском в элиту уголовного мира в столь юном возрасте. У славянских воров были свои идеалы для подражания. Это в первую очередь Вася Бриллиант, бабушкин. Для грузин Рауль Сухумский позже стал его полным аналогом. Более яростного противника мандариновых воров или лаврушников в Грузии не было. Даже его нераскрытая смерть в Москве в ноябре 1996 года связывается с конфликтом между ним и скороспелками из славян. Хотя за 10 лет до этого Рауль Сухумский во всеуслышание объявил, что он уходит на пенсию и не будет участвовать в воровском, к его мнению все внимательно продолжали прислушиваться. Отрицательный отзыв Рауля неизбежно ставил на человеке клеймо на всю жизнь. 18 ноября в половину девятого вечера Рауля Гогилаву подвезли к подъезду дома на улице Сходненской знакомые на джипе Гранд Чираки. Потом они вспомнили, что по пути за ними долго шла Волга, обогнавшая их у самого дома. У Гогилавы не было охраны. Чувствовал он себя в Москве вполне спокойно. Официально грузин работал директором торгового АО «Иверия», занимавшегося поставками морепродуктов в столичный регион с Дальнего Востока. Вместе с ним в подъезд вошел незнакомый человек, который, едва закрылась дверь, достал пистолет и дважды выстрелил в вора в законе. Киллер явно страшно нервничал. Пули прошли мимо. Рауль Гогилава бросился наверх и на площадке второго этажа натолкнулся на поджидавшего его киллера-дублера. Из четыреха выстрелов в упор два попали в грудь и голову. Одна из пуль, не попавших в цель, пробила железную дверь соседей, продырявила плащ, висевший в коридоре, залетела на кухню, пробила мешок с мукой и застряла в стеклянной банке с сахаром. В середине девяностых простые люди обычно делали продуктовые запасы, закупая оптом мешками муку и сахар. Убойная сила у пистолета Макарова все же огромна. Оба киллера, сделав черное дело, выскочили из подъезда, запрыгнули в Волгу и скрылись. Прибывшие на место убийства милиционеры доложили начальству. В городе была запущена операция «Сирена», впрочем, не давшая результатов. Преступники бесследно скрылись от милиции, но не от земляка убитого вора Бесика Ачамчерского, Гварамия. В авторитетных кругах поговаривали, что тому удалось вычислить убийц и расправиться с ними. Несколькими месяцами раньше в Берлине расстреляли давнего приятеля Рауля Зугдитского вора Шакра Старова, Кокачия. Рауль Гагилава у Рауля Сухумского была классическая воровская биография. Он много воровал и много сидел. Его подельниками были родившиеся в годы Первой Российской революции Вася Ленинградский, крестные отцы дядя Миша Ростовский, Коля Сван, Летодиане, Чита Безуха, Сужбе, собственные крестники Вальтер, Джиджея, Истёпа Грек, Евтиамиде, а также Арсен, Микеладзе, Тимоха Питерский, Тамразов и пионер Мишка Одессит, Хасис. Ровно через год после коронации суд о Чемчире вновь отправил Рауля Сухумского в колонию. После нее он стал постоянно жить в Сухуме, поэтому сменилось название суда, дававшего вору новый срок. Еще два года за решеткой. В 1968 году Рауль получил 4 года уже в Тбилиси. До этого он все время отбывал наказание в Грузии, хотя ему частенько приходилось гастролировать по России и Украине. Из Грузии его перевезут в Киевское Сизолукьяновское, где незадолго до окончания срока заключения добавят новый по вновь открывшимся обстоятельствам. В 1980 году уже в Туа все его будут ждать очередные 4 года лишения свободы. В тот раз Раулю Сухумскому придется попутешествовать. Из Краснодарского края его перевезут в Поволжские лагеря, а потом через Астрахань в Ташкент. В Средней Азии против него быстро слепят новое дело и опекут в 1984 году на 12 лет особого режима. В Заравшане через 2 года он встретит извести об отмене приговора. Рауль Сухумский приедет в Москву и объявит о своей пенсии. Пока он колесил этапами по стране, прошлое ушло безвозвратно. Новые нравы, которые всегда осуждал Рауль, неотвратимо побеждали. Сил что-то изменить явно не хватало. Называться вором, не замечая окружающее и подстроившись под новые условия, он не мог. Оставалось одно начать жизнь с чистого листа. Дело с ограблением слишком уж много приключений выпало на короткую жизнь Рауля Гогилавы. Еще в 1960 году он попал в сложную передрягу. В Зистафоне ограбили склад, застрелив два хастражей. На дело ходил земляк Рауля вор Маткава Венец. Один из нападавших получил ранение. Его сдала милиция подруга-официантка. Через него вышли на венца, а тот решил заключить сделку со следователями. Рауль в общих чертах был знаком с подробностями дела. Его привезли в милицию и долгобили. Он представлялся беспризорником из Тбилиси. В конце концов, ему поверили, дали сопровождающего и повезли в столицу Грузии. На железнодорожном вокзале Рауль в толчье сбежал от милиционера. Свои претензии к венцу Рауль Сухумский вскоре озвучил и дал ему по ушам. Список отлученных Раулем внушителен. В него вошли Борис Ачамчерский, Бзаламидзе, Амех Ачба, Джонни, Ахвеледяне, Родион Лашхе, Гоги, Курашвили. Принципиальность молодого Рауля не всем была по нраву. На него безоружного бросался с ножом вор Абхазец Хос, Дилбахос, но ударить не посмел. Рауль за трусость тут же объявил того не вором. Криминальное сообщество признало это решение справедливым. За Хос за слово замолвил крестный отец Коля Сван, которого Рауль очень уважал. Немного подумав, Рауль Сухумский отменил свое решение. Хос всю жизнь таил на него злобу, но ничего поделать не мог. Впрочем, его лет через десять окончательно остановили другие воры в Москве. Жизнь по воровским понятиям Рауль Сухумский очень внимательно разбирал персональное дело воров, прежде чем высказать свое решение. Его крестник Степа Греб в колонии попал под пресс. Его били до потери сознания, потом надели на его руку красную повязку активиста и сфотографировали, чтобы дискредитировать в уголовной среде. Многие поверили провокации, но не Рауль. В принципиальном подходе к соблюдению понятий он сблизился с зугдитским воровским крылом. В нем состояли Шакра Старый, Кака, Кохия и Гия, Кварадхелия. Впрочем, единство принципов не помешало Раулю обыграть в карты Шакра Старого до трусов. Он милостиво вернул проигравшему коллеге всю одежду, но не туфли. Шакра возвращался домой из Сухуми в зугдиде босиком. У Рауля Сухумского было не так много крестников, как у современных воров. Сейчас только Вальтер, депортированный год тому назад из России, живет в Германии. Степа Грек и Ужбая Чамчерский, Гуджаджиане, погибли в ДТП. Дима Парижанин, Лырки Панидзе, совершил в 1990 году суицид в Тбилиси. Гига Кутаиский, Саникидзе и Руслан Авидзба умерли от болезней на свободе. Алика Сухумского, Заграфопула, в 1979 году ранили из пистолета и сухумские врачи не сумели спасти его. Хоронил Алика известный абхазский вор Хаджарет, Лакаба. Никто из крестников Рауля твердо держался его принципов и никогда не переступал воровского закона. На своей пенсии Рауль Сухумский решил путешествовать. Он проехался по России и через Дальний Восток добрался до Сахалина. Вместе с ним в Южно-Сахалинске обосновались воры Ваха, Эхве и Гия. Поначалу все шло гладко, но потом дважды на Ваху покушались местные бандиты. В него стреляли и пытались подорвать автомобиль. Рауля никто не трогал. Последние годы он был очень дружен с Вахой. Посовещавшись, они вернулись в Москву, но связи с Сахалином у них остались. В Москве Рауль Гогилава занимался рыбным бизнесом, патронировал несколько банков и фирм, торгующих нефтепродуктами. Активности он не проявлял, но на словах всегда выражал несогласие с новыми правилами, проникшими в воровский мир. Рауль Сухумский залег на дно из которого его достали наемные убийцы. Рауля Гогилаву похоронили на Медведковском кладбище. В жизни он был видным, элегантным и сильным мужчиной, но одновременно и скромным. Его памятник весьма непритязателен. На нем коротко написано «Рауль». Также зовут и его внука. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова